Добрый день, говорит радио Свобода, показывает телеканал Настоящее время. В эфире программа Археология. Студия Сергей Медведев. Четвертые сутки пылают станицы. Четвертый месяц идет массовая вакцинация населения от коронавируса в России. 5 декабря она началась, скоро будет 4 месяца, но сейчас привелось лишь немногим более 5 процентов населения. Как это возможно, когда планы привить 60-70 процентов? Темпы вакцинации падают. Почему это происходит? Почему у населения отсутствует доверие к российской вакцине от коронавируса? Почему множатся конспирологические теории? И значит ли это все, что неизбежно третья волна коронавируса? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко. В России 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса. По официальным данным привились около 5 миллионов человек, что намного меньше, чем в других странах, которые производят собственные вакцины. Данные фонда «Петербургская политика» говорят о том, что в некоторых регионах ситуация намного хуже, чем в центре. В лучшем случае там организована предварительная запись на прививку. Проблема заключается еще и в малом количестве желающих вакцинироваться в принципе. Даже в Москве, где создали мобильные пункты в торговых центрах, всячески пропагандировали препарат и обещали разблокировать социальные карты привитым. По данным оперштаба, прививку сделали всего 700 тысяч человек, 5,5% от населения города. Эксперты связывают медленные темпы вакцинации с неравномерностью доступа к препарату, транспортировкой и хранением, нехваткой специалистов, а также с недостаточной информированностью и недоверием людей к вакцине. Власти и местные чиновники не соглашаются с тем, что в стране существуют проблемы с вакцинацией. Чем опасно замедление массовой вакцинации в России, как обстоят дела с прививкой в регионах и преодолеют ли российские вакцины репутационный кризис? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Василий Власов, доктор медицинских наук, профессор высшей школы экономики. Добрый день, Василий Викторович. Замечательная у вас бутоньерка такая в виде маски как раз. Это устройство индивидуальной защиты? Устройство индивидуальной защиты, да, как раз речь об этом идет, потому что отношения к вакцине, мне кажется, очень сильно связаны с отношением к маскам. И Антон Гопко, сооснователь биотехнологического фонда Atem Capital. Добрый день. Слушайте, ну вот сразу разобраться по цифрам. Это что на сегодняшний день, на конец марта 2021 года? Это провал темпов вакцинации? Потому что я смотрю, в США прививают 1,3 миллиона человек в день. В России 100, 110, 120 тысяч в день. Ну, уже разные, они вообще верх ногами ходят. Если сравнить исходные данные, допустим, полугодовой давности, то и тогда в Великобритании больше 70% людей хотели вакцинироваться. В Соединенных Штатах, по-моему, 60. А в России осенью посчитали среди врачей вообще 20%, среди населения 30%. Причины разные, мы культурно разные. А к тому же сложилась ситуация, при которой есть задержки с вакциной. Значит, начинаются специальные пропагандистские мероприятия для того, чтобы люди не тревожились. Их успокаивают, говорят, что у них там плохие вакцины, у нас хорошая. Учитывая, что люди находятся постоянно под потоком информации, которая у них вызывает сомнения, ну, например, в Москве требуют носить перчатки. Единственный город в мире, где требуют носить перчатки. Никаких научных оснований. Среди людей много дураков, но не все же дураки. Я думаю, что большинство умные, поэтому большинство и не торопится прививаться. Думаю, что это элементарное следствие недоверия. Недоверие, да. Антон? Да, но если смотреть именно просто по статистике, то, конечно, больше всего доз сейчас администрировано уже в США. Действительно, есть такие страны, как Израиль, которые лидируют в процентах. Ну, там вообще, рано уже, по-моему, три дня как открылся, и там уже, по-моему, достигнут вот этот... Коллективный, да. Практически достигнут коллективный иммунитет, то есть, больше половины уже людей провакцинировано, плюс люди переболели. Получается, что, в общем, уже вопросы уже практически решены. Вот. Поэтому те проценты, которые есть в России, мы, в принципе, по этим показателям где-то находимся, там, на 60-х местах в мире. Это, конечно, не очень впечатляет. Вот. И очень огорчает, я бы сказал. Вот. Вот. Я пытаюсь, собственно, этот эфир, попытка разобраться. Почему? Ведь не кажется, что вакцина достаточно успешная. Сам по себе спутник, так сказать, неожиданно все это выстрелило, и на фоне различных, так сказать, технологических провалов последних лет здесь действительно история успеха. Мировое признание тоже начинается. И почему дому у себя Россия не может организовать нормальный, так сказать, вот этот вот вакцинный цикл? Антон, несмотря на то, что инвестируют, а вы, кстати, в вакцины не инвестировали? Нет. Вы, наверное, лучше представляете. У меня, по костным сведениям, возникает такое впечатление, что все-таки того массового производства, которое предполагалось организовать, его пока не удалось организовать. И, соответственно, возникает вот та организационно-пропагандистская ситуация, при которой вакцина в небольших количествах рассылается по всему миру. В Аргентину совсем не небольшое, там порядочное количество было отправлено. И как бы хорошо, что русские не особенно хотят вакцинироваться. Достигаются и международные политические цели, и внутри как бы все хорошо. И внутри все придерживается. Да, я статистику читал, что 6 миллионов доз для России сделано и отгружено, и 4 миллиона доз мир. То есть, так сказать, несмотря на то, что в России дефицит вакцины, продолжает, так сказать, собственно, накапливаться смертность от коронавируса, вакцины идут на экспорт. Ну вот как раз дефицита особо-то и нет. Получается, что здесь мы понимаем, что обеспечить всего населения массово по-настоящему очень сложно. И это объективная причина. Это не то, что, да, какая-то здесь есть конспиологическая теория. Просто у нас не было такой необходимости производить на весь мир. Да, даже в масштабе России не было такого объема производства. Поэтому масштабирование идет, на мой взгляд, достаточно такими экстремальными, невероятными темпами. Но несмотря на то, что мы стали одними из лидеров по разработке лекарств и по разработке вакцин, именно по вакцинации мы, короче, за всеми практически запаздываем. Вот. Но я думаю, что сама по себе, как бы, некоторая компания по маркетингу вакцин, если бы она была запущена, она была бы очень эффективна, и был бы дефицит вакцин, и были бы очереди, она не запускается именно потому, что масштаба производства недостаточна пока, по крайней мере. А мы вот пока, как сказали, да, 40 стран, 40 стран мира посылаем нашу вакцину, да, чтобы уже выстроить эти отношения. Ну, здесь, как всегда, геополитические приоритеты за счет бомбардировки Воронежа. Вакцинная политика была всегда в Советском Союзе. Советский Союз использовал очень активно с самого начала вакцины. А это еще раньше было, да? Да, при Советском Союзе. В Африке? Да. Развивающиеся страны получали вакцины. Это началось после Второй мировой войны, по большому счету, с полями элита. С полями элита тогда оказалось понятно, что можно взаимодействовать не только с ближайшими соседями, но и с Соединенными Штатами, и вакцины всегда рассылались. Иногда за даром, чаще всего за даром, иногда за небольшие деньги. Но очень важно, что, интересно, в этот раз Россия избрала тактику одинокого игрока на этом международном вакцинном рынке. Россия не присоединилась ни к одной международной программе обеспечения развивающихся стран вакцинами. Россия сама все это делает. Индивидуально заключает, не хотим института. Независимо от ГАИ, независимо от ВОЗ. И это явным образом нацелено для того, чтобы каждая передача, каждый контакт сопровождался политическим взаимодействием. На мой взгляд, именно так. Окажет ли на пропагандистское влияние предполагаемая вакцинация Владимира Путина 23 числа? Мы не знаем, чем он привился. Отдельные злые языки вообще предполагают, что это был ботокс. Но в целом, так сказать, это окажет, потому что многие говорят, скажем, в вопросах, ну вот пусть президент привьется, тогда и мы. Если говорить практически, я позволил себе просить, то, ну, во-первых, у президента достаточно других средств для того, чтобы сохранить себя в безопасности. Двухнедельный карантин для контактных лиц, например. Прекрасно, да. Во-вторых, чем он прививается, чем он прививается, ну, как бы сказать, это его личное дело. Человек прививается тем, чем захочет из наличного. Учитывая, что он здесь на Мерседесе, то почему бы ему не привиться биотехфайзеровской вакциной. Но я думаю, что все-таки эта задержка, конечно, сказалась на отрицательной реакции. Ну и, в принципе, самоповедение Путина, так сказать, то, что он всегда на встречах без маски, и, так сказать, его бункерное пребывание, то, что... Да, да. Как будто это пиар, с точки зрения, мне кажется, по сравнению с другими мировыми лидерами, которые и прибивались на публику. Есть же эти традиции. Вот там Офра одобрила, там Кардашьян одобрила. И народ за ними идет, фолловеры идут. И делают то же самое. У Путина тоже достаточно фолловеров. Почему это до сих пор не было задействовано? Я думаю, по этой же причине, чтобы не создавать напряжение. Чтобы не создавать напряжение. Процесс идет. Я должен сказать, что я в этом смысле являюсь неортодоксально оценивающим ситуацию человеком. Я еще и в феврале 20-го года говорил, что не надо закладываться 100% на вакцину. Тогда некоторые легкомысленные люди говорят, у нас будет скоро вакцина, и она решит все наши проблемы. Я все предупреждал, что не факт, что вакцина вообще будет, и когда будет, неизвестно. Сейчас мы видим, что у нас вакцина есть. Пандемия развивается примерно теми же самыми темпами. Вакцины объявлены были, что они есть осенью. А самая большая заболеваемость была уже в ноябре-декабре во всем мире. И множество уже людей отметились прогнозами, что вообще эпидемия кончается. А она сейчас совершенно не собирается кончаться. Вакцинация будет идти, и в тех странах, где она идет быстро, в Соединенных Штатах, нужны еще месяцы для того, чтобы вакцинировать большую часть населения. А в России, по-видимому, к исходу 2021 года не будет вакцинирована большая часть населения. А сколько, Антон, нужно? Те же самые 60, пресловутые 60-70% населения? Да, такой порядок. Есть, на самом деле, такие несложные формулы расчета, но действительно, которые исходят как раз из того, насколько опасно, насколько распространяется вирус, на самом деле, с какой скоростью. А вот сразу такой вопрос уточнить. А вакцинированные люди могут являться переносчиками? Вот это как раз неизвестно до сих пор. Это до сих пор неизвестно, к сожалению. Именно поэтому такая вот большая надежда на вакцину, конечно, она вот этим, конечно, ограничивается. То, что могут быть носителями потенциально, но это не тестировалось, это не проверялось. Но, конечно, то, что доказано, что вакцины предотвращают тяжелые течения заболеваний, это уже достаточно принципиальная информация. А то, что идет ли дальше передача или нет, это вопрос остается. Есть даже такая гипотеза, что вакцинированные люди могут быть более эффективными переносчиками. Потому что бессимптомными будут. Да, они будут ходить бессимптомные, вроде же не болеют. И, может быть, более безрассудно себя вести. Типа, я привился, я свой долг выполнил, теперь я свободен. По крайней мере, применительно к гриппу показано, что вакцинированные, кто заболевает, гриппируются гриппом, они не просто ходят больные, но они выделяют вирусов больше, чем не вакцинированные. То есть, по большому счету, всегда, когда говорят, что вакцина все решит проблемы, фигня. В действительности существует множество непредсказуемых эффектов, которые нужно изучать в испытании. И вот эта ситуация, которая у нас с векторской вакциной происходит, когда на основании опытов на животных начинают вакцинировать население, причем вакциной нового типа. Это эпиваккорона, да? Да, да, да. Вот это большая авантюра. Там же вообще, да, если брать три российские вакцины, то, собственно, медицинские, подтвержденные, есть только по спутнику опубликованные свидетельства. Да, да, да. Совершенно так, совершенно так, да. И, конечно, это очень смущает. То есть, конечно, много было вопросов по спутнику, да, именно с точки зрения клинических исследований. Да, недостаточно количества в первой совмещенной со второй фазой, меньше, да, человек, участие, там, военнослужащих. Продон, 20, это сильно меньше. А фактически, да. Да, я говорю, меньше человек, да. Но если именно тем, да, тем, чем колят, то там вообще речь идет о паре десятых. То есть это, конечно, недостаточно. После этого была, собственно, регистрация. Но не особо переживали эксперты, потому что было известно, что, в принципе, вакцинировать пока вроде как и нечем. По крайней мере, объемы очень маленькие. Но затем, конечно, да, последовали вот эти вакцины, по которым данных вообще нет, да. И даже когда они будут, мы понимаем, что там по векторской вакцине это только 3000 человек. Клиническое исследование до сих пор идет. Одобрена была до завершения вот этого первой и второй фазы, да, запущена. Все это, конечно, очень смущает. И фактически мы имеем только доклинические данные. Ну, доклинические данные вакцины в среднем, а вероятность успеха после доклинических данных 30%. Вот, поэтому мы сейчас вот начинаем вакцинацию чем-то, что, как бы, в общем-то, 70% вероятность того, что это, вообще говоря, не должно быть успешным. Я позволю себе уточнить для аудитории, что если препарат введен 3000 человек, то это значит, что если этот препарат убивает одного человека на 1000, это не будет обнаружено. Потому что этот человек и так бы статистически, так сказать, он... Нет, просто для того, чтобы уверенно обнаружить вот этот эффект, один на 1000, нужно по 4, 5, 6 тысяч. На 3000 с высокой вероятностью не будет обнаружено это. Поэтому не такие большие испытания вакцины проводятся. Ну, с этой точки зрения все-таки тот факт, что уже 10 миллионов привито, так сказать, хотя бы первой дозой спутника, все-таки и нету, если бы были какие-то известные случаи осложнений, смертей, мы бы о них слышали. Дело в том, что очень многое зависит от того, как качественно проводится регистрация этих осложнений. Честно говоря, во всех странах везде существует, с одной стороны, избыточная регистрация, с другой недостаточная регистрация. Вот история, которая была сейчас с Оксфордской вакциной, она была связана именно с тем, что регистрировали. И это произвело впечатление. Это несколько случаев тромбоза центральной вены. А когда разобрались, то оказалось, что частота такая же, как в популяции. Оно же бывает и в обычной жизни. Посмотрели, оказалось, частота примерно такая же. Или даже меньше. Но она зарегистрирована. Она зарегистрирована. Я, честно говоря, вообще не знаю, существует ли у нас регистр побочных эффектов в ходе данной вакцинальной кампании. Я не удивлюсь, если их, мягко выражаясь, недостаточно. Есть ли какие-то приоритеты? Или это абсолютно как поступают партии в распространению по регионам? Или ясно, что здесь все-таки, так сказать, традиционный перекос между Москвой и регионами? Ну, конечно, именно та вакцина в том формате, в котором она была одобрена, она требует специальной холодовой цепи. То есть это минус 18 градусов, 2,8 градусов. То есть разные вакцины по-разному. Поэтому Pfizer минус 70. Здесь не везде у нас такая холодовая цепь есть, которая позволяет достроить, например, спутник Ви. Поэтому, в общем-то, и предполагалось, что другие вакцины, которые гораздо более щадящий, скажем, режим хранения будут использованы в этих регионах. И, в общем, такая идея продолжается. То есть вакцина как раз подразумевалась для таких регионов, куда сложно доставить спутник Ви. Я не думаю, что какой-то есть рейтинг регионов, куда в первую очередь ввести. Понятно, что по населению, конечно, столицы существенно больше, чем другие города. Но пока не везде выстроена холодовая цепь. И будет сложно, на самом деле, спутник Ви в очень многие регионы, в принципе, доставить. Даже просто доставить будет сложно. Но, между прочим, гамолийцы обещали леофилизированную форму сделать. Только где-то ее не видно, эта леофилизированная форма. В производстве с одного завода. То есть пока, по крайней мере. То есть там сертифицировали еще один завод, где можно с него продукцию хранить при более высокой температуре. Плюс еще идет разговор, что можно привить только достаточно, якобы только первого укола одной вакцины прививки. На самом деле, конечно, после первой прививки, безусловно, есть иммунный ответ. Это тоже исследовалось, в том числе, в ламп-клиническом исследовании спутника Ви. Конечно, если мы говорим про выработку иммунного ответа и конкретно отетел, то это было меньше, чем 100%. То есть где-то две инъекции пробовали. Первую сначала, потом вторую, как одну, пробовали. Это все проводилось. И поэтому, собственно, был выбран режим. Первый оказался более эффективный. Ее поставили, соответственно, с первым компонентом. Но речь идет, конечно, о 70-80% примерно. И все-таки вторая прививка, она существенно важна. Она, во-первых, усиливает ответ, во-вторых, уточняет его. Даже чисто биологически это очень важно. Это практически все вакцины, которые одобрены, все-таки они в две инъекции. Вот только одна, собственно, Джонсон-Джонсон, которая фактически похожа на спутник Лайт, так называемый. Только она единственная, которая в одну инъекцию одобрена буквально месяц назад в США. В общем, да, что опять-таки осложнее сложности с логистикой и поставкой вакцины в регионы. Вакцина самая сложная, потому что она из двух разных компонентов. Она сложна в производстве, она была крайне сложна и рискованна в разработке. Это фактически две комбинированные вакцины, на самом деле. И, конечно, она очень сложна в доставке и сложна уже в администрации. Ну, собственно, да, это логистика. Все-все сложно. Логистика сейчас вылезла. Но она более эффективна. Поэтому здесь как бы все нужно взвешивать, да, плюсы и минусы. Ну, вот одна часть логистика, а вторая часть – это отношение населения, отношение врачей к вакцине. И об этом поговорим после небольшой паузы. Добрый день, программа «Археология». Говорим сегодня о вакцине, о том, почему тормозится вакцинация в России. Почему, несмотря на объявленную сначала массовую, затем масштабную, или наоборот, сначала масштабную, затем массовую вакцинацию, привиты всего лишь немногим более 5 миллионов человек. При том, что в России эта цифра должна быть порядка 70 и более до 100 миллионов человек. Речь идет о месяцах и годах вакцинации впереди. Насколько все это поможет? Что думают россияне, что думают москвичи на улицах о перспективах вакцинации? Спросил их об этом наш корреспондент Антон Сергеенко. Не знаю, у меня нет причин не доверять. А почему? Ну, вроде все, кто привились, все чувствуют себя ничего так. Конечно, доверяем. А почему? Ну, государство же не желает всем плохое, правильно? Все хотят, чтобы были здоровыми. Вы сами делали прививку? Да. Мы переболели, у нас есть антитела. Поэтому не доверяю Ли, но я с надеждой на будущее смотрю, что, возможно, она будет всем помогать. Сделала уже вакцинацию. Вы уже сделали вакцинацию? Да. А почему доверяете? Знакомые делали, доверяю их отзывам. Нет, не доверяю. А почему? Мне кажется, она еще не прошла проверку. У меня много знакомых, которые уже сделали, но я как-то вот не спешу. Понимаете, я точно знаю, что я не хочу болеть. Я точно знаю, что наша вакцина, гамалейская, это научная, а не фигня. Я, если честно, нет. Вы не делали прививку и не собираетесь? Не делала. Ну, в отношении собираюсь, не собираюсь. Время покажет. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Вакцинироваться надо. Опыт исторический говорит за то, что вакцина спасает мир. Голоса москвичей на улицах весеннего города в сюжете Антона Сергеенко. Вы знаете, я хочу, Василий Викторович, вас спросить. То, что вы упомянули, действительно, меня всегда немножко шокирует, даже так скажу. Почему такой вакцинный скепсис среди врачей? Вы называли цифру всего 20% хотят вакцинироваться. Даже среди моих знакомых просто отмахиваются. При том, что, так сказать, в целом образованнейшие, интеллигентнейшие люди, согласные по всем параметрам. Ну, вот я думаю, что здесь есть куча гипотез. Специально этот вопрос, насколько я знаю, никто не изучал, поэтому я не настаиваю на этих гипотезах. Первое, это то, что все-таки действительно образованные люди. Второе, все-таки врачей учат, хотя, на мой взгляд, мало учат, критическому отношению. Если бы врачи не учили специально критическому отношению, они просто значительно хуже бы работали. Они бы доверяли любой новости, любой передовице из газеты. Они не должны доверять. И, наконец, у врачей больше возможности сравнивать то, что происходит, с тем, что говорится. Ну, вот, например, многие врачи еще летом знали, что никакого гриппа нет. То есть, вообще во всем мире грипп исчез еще в феврале месяца 2020 года. Нет гриппа. И тут, значит, с августа месяца развертывается небывалая кампания по гриппопрививанию. Такой кампании, как в 2020 году по гриппопрививанию, никогда не было. Аргумент насчет того, что существует риск того, что эпидемия гриппа разовьется одновременно с эпидемией ковида и наступит всем пипец. Ну, этот аргумент вообще никакой критики не удерживает. Это абсолютная глупость. Сейчас, в март месяц, мы видим, заканчивается так называемый гриппозный сезон. Грипп так и не появился. Для чего? Ну, то есть, сила, так скажем, критического подхода и больше информированности врачей о провалах вот этих массовых кампаний. Да, да, да. Я думаю, что все это вместе срабатывает, и врачи приобретают вот такое скептическое отношение. К тому же, врачи, так же, как и работники школ, постоянно подвергаются административному давлению. Это некий, так сказать, протест. Да, да, и вакцинные кампании по вакцинации, они вызывают такой же протест, как всякие другие кампании, как вот сейчас на Белгородчине врачей из городских больниц в выходные дни добровольно отправляют бесплатно поработать на село. Вот, соответственно, у врачей, врачи находятся постоянно в такой ситуации. В Кемерово где-то, по-моему, врачи противотуберкулезного диспансера сами его ремонтируют своими руками вместе с медсестрами. Врачи постоянно находятся в таком режиме, и поэтому надо с пониманием относиться к тому, что они, может быть, слишком скептичные. Ну да, потому что медицина – это государевые люди, это такое сословие государственное, на которых идет постоянное давление. И это может быть некий... Хорошо. Антон, а вот среди населения все-таки, ну, положим, даже те улицы Москвы не так репрезентативны, но в целом по России постоянно доводятся, слышите, все-таки цифры говорят о том, что гораздо больше половины россиян не доверяют вакциной. – Да, я думаю, что как раз правильно начали с врачей. Врачи, конечно, это, во-первых, группы риска, во-вторых, это лидеры мнений, которые уже дальше транслируют, да, фактически. Так или иначе, где-то внутри, где-то, может быть, не широко, но все равно они транслируют это отношение. – Главный аргумент – мой доктор не советовал. Я была у терапевта, вот он не считает. – Да, я думаю, что это правильно, что они советуются с доктором. – Ну, поэтому и важно очень именно врачей убедить в том, что это безопасно, и, собственно, для этого делаются правильные клинические исследования, где ни один врач не может сказать, что это не доказательная медицина. И врачи в этом вопросе должны быть крайне принципиальными. Понимаете, скажем, политик, да, управленец, он может сказать, что здесь у нас проблема, да, которая, нужно спасать людей, и мы будем использовать эту вакцину, независимо от ее, там, одобрения, да, все просто используем, потому что, по-видимому, она эффективна. – Ну, врач, да, он работает совершенно в другой плоскости, он говорит, что это доказательная медицина, не доказательная, да, и, к сожалению, да, есть вопросы к клиническим исследованиям, и врачи пока не могут прямо говорить, что да, я гарантирую, я своим именем, да, могу сказать, что, как врач, что я бы это рекомендовал. Вот, и в этом смысле, конечно, то, как сделали в США, когда в прямом эфире, там, по 8 часов каждую вакцину обсуждали все эксперты, да, там, ну, больше 20 человек, да, все известные люди поставили свою репутацию, проголосовали, и все это делалось на YouTube, да, пожалуйста, смотрите, да, и все, кого это интересовало, именно профессиональное сообщество, может быть, там, средний человек с улицы, может быть, не стал бы, знаете, 8 часов на эту информацию, но те, кого это волновало, они посмотрели, и они знают, что там висит это, может, при желании все посмотреть, и там все обсудили, все побочные эффекты, все проблемы с вакциной, с разработкой, со статистикой и так далее, с производством, все что угодно. Вот, поэтому здесь, к сожалению, мне кажется, этого не хватило, вот, но проблемы с доверием к вакцинам есть и за рубежом, то есть это не какая-то прям такая российская проблема, более того, катапирологические теории, они тоже в самом-самом безумном виде тоже присутствуют во всем мире, да, в том числе чипирование, там, вот эти все какие-то... Вышки. Да, уже в двух российских городах, так сказать, там, города бастуют пятый день, требуя, чтобы вышки 5G были красивее строить. Поэтому это, как бы, ну, так устроен, пойдем в мозг, и по факту, все-таки доверие, как вы видели, даже вот из ролика было видно, что мои друзья вакцинировались, поэтому я тоже, наверное, провакцинируюсь. Как только это будет масштабно и много, да, ну, просто будут люди вакцинироваться, потому что вот мои друзья все провакцинировались, а я почему не... Кстати, вот есть свежий, вчерашний, буквально, например, вчера многие российские издания сообщили, что начальница Европейского медицинского агентства обещала через 4-6 недель зарегистрировать спутник в Европе, разрешить использование. Я что-то засомневался, пошел смотреть, но она же в парламенте выступала, есть протокол, в протоколе, по протоколу получается так, и даже газеты некоторые зарубежные написали, что многократно спрошенная о сроках возможной регистрации российской вакцины, госпожа Кук, по-моему, госпожа Кук сказала, что это сроки назвать невозможно, потому что нам еще нужно инспектировать российские производства, и мы вообще еще не получили научных доказательств. Через 4-6 недель где будут эти пропагандисты, которые наврали? Вот отсюда и растет недоверие. Через 4-6 недель русский народ спросит, ну, вот это, газета РУ, Интерфакс, чего нам писали, где европейское одобрение? Я совершенно согласен, что было очень много заявлений, ни одного неадекватного заявления не было ни от ученых, ни от врачей. Да, во время пандемии все сроки называли корректные, объемы и вакцинации, все было корректно. Но постепенно где-то в докладах, где-то вот это было давление политическое тоже, да, и люди выступали, в течение следующего месяца мы допустим вакцинацию. Она не запускалась в следующем месяце, она запускалась там через 3-4 месяца, да, все время этой задержки. Вот эти все объявления, конечно, они, на мой взгляд, подрывали отношения, вот это было лишнее, это политизация. А это сложно, это есть объективный процесс, который нельзя ускорить. Здесь еще один интересный момент. Я заметил, что прививается, так скажем, просвещенный либеральный оппозиционный городской класс. Назовем это такими словами. Ну вот в моей референтной группе повально все привиты, родители привили, сделали по две прививки, я сам тоже уже давно сделал, все там есть. Вот это очень интересно. Люди, которые, в общем-то, все эти годы с недоверием исходили к любой инициативе со стороны государства, неожиданно, так сказать, как в 20-м году, в общем-то, они и Собянину поверили, поддерживали вот это вот, давать достаточно жесткую карантинную политику московского правительства. И точно так же те же самые люди, выходившие на миссинге за Навального, идут делать вакцину. Да, и масочки носят. Да. И масочки носят. Как это объяснить, да? Я думаю, что это можно объяснить тем, что они больше жизнедеют, были рациональны, к ней относятся, меньше надеются на авось. Меньше надеются на авось. Я неоднократно получал именно от своих коллег, очень образованных коллег, просьбу не говорить о том, что маски малоэффективны. Я считал своей обязанностью говорить правду о том, что они эффективны, но эффективность у них низкая. А мне говорили, ну не говори ты вот, вторую часть не говори, вторую часть не говори. То есть считали необходимым продвигать правильные рекомендации. Это вообще большая проблема 20-го года. Научные данные оказались под очень большим давлением политики. И ученые стали сами ощущать себя политиками и пытаться диктовать решения. На основе этого были большие скандалы. Это частично слилось с компанией по борьбе с обманом в фейсбуках, твиттерах и так далее. И в результате это тоже сказалось на вот этой вакцинной резидансе, которая так распространена во всем мире. Во всем мире. Соединенные Штаты, кстати, являются таким местом, где люди очень критически относятся к вакцинам. Но там тоже такой же социальный разрыв. Вот скажем, люди с более низким образовательным уровнем, там сторонники Трампа, они тоже меньше вакцинируются. Да, да, вакцино-скептики, ковид-скептики и вакцино-скептики. То есть это, Антон, выходит такой образовательный разрыв идет по миру, что ли? Я думаю, да. Я думаю, что есть некоторая такая синхронизация. Во взглядах по миру, да, вот среди именно вот такого глобалистского, да, как бы такой ниши, где мы действительно все, в принципе, поддержали и локдаун. И я могу сказать, что я, например, был очень впечатлен позитивно тем, как коммуницировал, да, как именно писал, какими словами писал наш мэр Собянин. То есть я читал блог Собянина, но я мог его показывать друзьям. Потому что это было очень достойно, очень качественно. И написано было корректно со всеми нужными вопросами и, скажем, дисклеймерами, да. То есть указанием, что это есть ограничение этих позиций, и мы сделаем это лучше, да. Вот. Я думаю, что с другой стороны, конечно, все, я думаю, все-таки ждали какого-то движения со стороны известных лиц, да, лидеров мнений среди таких вот знаменитостей, которые, да, которые обычно используются в таких вот ситуациях, да, которые должны были бы именно с этой аудиторией пообщаться, показать, что они вакцинируются публично. И так было сделано в США, например, да, когда мы видим все певцы, да, какие-то лидеры мнений именно такого общества, они, в общем, показали. Да, здесь у нас это не произошло. Вот. Наверное, вот в связи с этим такая задержка, да. Но теперь, конечно, мне кажется, я понимаю, что это был личный выбор президента, да, как он будет это делать, но, как мы видим, он делает это не публично. И, конечно, все это, я думаю, многие очень ждали. Это, на самом деле, очень важный момент. Это большой, я считаю, провал, потому что человек публично отдыхает, он, так сказать, нисколько не стесняется с голым торсом ездить на лошади, ходить на охоту и так далее. И тут такое, как бы, наоборот, социально значимое, которое, это мероприятие, которое могло спасти тысячи и тысячи жизней, да, ускорив темпы вакцинации, предотвратив заболевания. И человек так, однако, все-таки замыкается своей скорлупе, и мы даже... Можно я, Антон, запрошу, как инвестора. А вот интересы, какого инвестора защищает Собянин, когда требует покупать, носить перчатки? На самом деле, когда все начиналось, вы помните, что была монополия государственная на все маски, на все вообще средства индивидуальной защиты, и это показало просто настолько неэффективно, да, как это все работает. Просто в какой-то момент просто не было масок и частные... Это было неожиданно, правда? Да, это было... Во-первых, они стали их продавать, да, что я как бы ожидал бы, что вы хорошо монополизируете, тогда раздавайте бесплатно, да, но они начали это административно заставлять носить маски и тут же продавать их, да. Но потом это все сменилось, и появились частные уже компании, которые стали просто массовые, да, и сейчас эти маски доступны свободно. Вот здесь, конечно, с перчатками, я думаю, что это некоторый курьез, конечно, да, но, как мы видим, вот такое требование есть, какие инвесторы за этим стоять, не могу сказать. Но чтобы уточнить, ведь вакцина не отменяет маски, да? Конечно, я глубоко уверен, что несмотря на то, что заявленная эффективность вакцин такая высокая, выше 90%, в действительности, поскольку срок действия вакцины, так же, как мы знаем, что и срок иммунитета после болезни относительно короток, это недели и месяцы, да, то в этом случае все равно, несмотря на то, что будет, допустим, в течение года провакцинировано все население, все равно окажется уже к концу года значительная часть населения, которые утратили или не приобрели иммунитет, ведь некоторые не приобретают иммунитет в процессе, в процессе вакцинации, и поэтому все равно придется придерживаться требований контроля физического. Меня бесит дурацкое выражение «социальная дистанция». В действительности, нужно физическая дистанция в сантиметрах, а совсем не социальная, не поведенческая дистанция. Вот ее нужно отрабатывать, поскольку мы с вами бывали на той стороне, в любом общественном месте в Соединенных Штатах висит табличка, пожарная инспекция, сколько в этом помещении может находиться человек, даже в уличных кафе. Теперь должны такие таблички появиться и у нас, сколько людей может находиться в этом помещении, исходя не из пожарных уже соображений, а исходя из соображений эпидемиологической безопасности. Например, сколько людей может вместить в стадион Лужники во время концерта в честь присоединения Крыма? Да, да, да. И, соответственно, хозяева бизнеса должны преследоваться за нарушением этих ограничений, и тогда количество людей, заинтересованных в соблюдении этих мер ограничения на соприкосновение, будет больше. Я думаю, что полностью решить эту проблему не удастся, эпидемия будет продолжаться все равно, но благодаря маскам, благодаря разъединению, благодаря правильному поведению мытью рук у нас наступит некоторый баланс. Ну вот живем же мы с сифилисом, то есть я не имею в виду конкретно вас, да? Ну понятно, как популяция. Да, да, да. Есть у нас сифилис, есть дизентерия, есть брюшной ТИФ, против СПИДа нет никакой вакцины, против Трипера нет никакой вакцины. Ничего, живем же мы с ними, да? Вот так же будем жить и с этой... Очень интересная тема, и о ней поговорим после небольшого перерыва. Вернемся через пару секунд. В программе «Археология» продолжаем наш разговор о том, почему так не торопятся прививаться россияне, почему тормозит проект по вакцинации населения России. Своё мнение высказывает демограф Алексей Ракша в беседе с Антоном Сергеенко. В Москве, по крайней мере, те, кто реально хотел привиться, уже привились. То есть в Москве понятно почему, потому что практически исчерпан во многом уже ресурс тех людей, которые реально хотели вакцинироваться, а в регионах ситуация другая. Там, помимо этого, ещё и существует нехватка вакцин, но в разных регионах по-разному. Особенно проблемы большие со второй дозой, как мы знаем. Но тут наложение двух факторов. То есть первый фактор – то, что люди особо не хотят, и второй – что вакцины за пределами Москвы очень часто нет. И это между собой логически связанные вещи, потому что эта вот государственная пропаганда антивакцинаторская, фактически такая подспудная, я думаю, что она связана с тем, что реально вакцины не хватает. И это сделано для того, чтобы больше отправить её за рубеж, для того, чтобы не создавать проблем, логистики, ажиотажа и так далее. То есть фактически так подспудно, ненавязчиво у людей, людям внушают, что там вакцины – это вредно, что от них может кто-то умирать. И вот это вот все наши пропаганды всяких Михалковых 5G, вот это вот все затуманивание мозгов народу, оно, в принципе, давно уже на это работает, несколько лет, но сейчас дополнительно наша государственная ТВ постоянно выпячивает какие-то незначительные совершенно проблемы с другими вакцинами. Я вот уверен, что у спутника они тоже есть, просто об этом никто не знает. И забывают говорить, что это все равно гораздо лучше, чем заразиться коронавирусом. И это все внушается, 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 поэтому люди особо и не хотят. Тем более эпидемия в России очень сильно утихла во много раз. Сейчас лучше, чем было, допустим, осенью, в начале зимы. И поэтому у людей действительно не очень много стимулов прививаться, тем более в условиях такого информационного шума и такой вот пропаганды. Поэтому в Москве большинство тех, кто хотел реально привиться, уже привились, а в регионах помимо этого еще и вакцины не хватает. Как вы видите, скажем так, образованная, продвинутая часть общества, не знаю, по примеру, моя аудитория в Фейсбуке, почти вся вакцинировалась. Либо она переболела, либо она вакцинировалась. И поэтому вышла статья в Ланцете. Вроде бы к ней каких-то больших претензий сразу не было сейчас. Там обнаружатся какие-то тоже проблемы. Но я думаю, что на самом деле наша вакцина не лучше, не хуже, чем большинство нормальных западных вакцин. И да, замечательно, и можно и нужно прививаться. Но это я так считаю. А что простой народ, грубо говоря, по этому поводу думает? Я думаю, что не до конца. Я думаю, что вот это низкие темпы вакцинации, которые мы сейчас наблюдаем, низкие темпы желания вакцинироваться, они отчасти связаны с совершенно неумелым, топорным, таким вот солдафонским фактически продвижением спутника, навязыванием его, навяливанием, впариванием в средствах массовой информации, которое, вы знаете, ощущается и чувствуется за версту. Не только мною, но и просто совершенно обычными людьми, которые в этом вообще не разбираются. Когда, понимаете, русскому человеку, когда что-то навяливаешь очень сильно, он инстинктивно от этого отказывается. Это вполне естественно. То есть как-то у нас в России считают, что если что-то рекламировано, значит, плохо продается, это не стоит покупать. Демограф Алексей Ракши. Здесь я напомнил тот анекдот, как русского заставить прыгнуть с моста. Написать, что с моста прыгать запрещено. Вот это базовое недоверие институтам общества побуждает россиян к такому иррациональному поведению. Кстати, да, он тоже говорит очень важную вещь, что идут постоянно пропагандистские кампании по поводу выпячивания недостатков западных вакцин. Сколько было, что, так сказать, обфайтеры в Норвегии умерло 28 человек, из которых оказалось, что все они в возрасте старше 90 лет. И так далее. То есть это тоже, конечно, часть такой пропагандистской войны, которая мешает. Ну, это побочный эффект, я думаю. Я не думаю, чтобы была пропаганда нацелена на то, чтобы люди не хотели прививаться. Думаю, что это вот просто глупость. Но в целом у меня очень интересный тот вывод, который, мне кажется, оба наших гостя приходят, что государство не педалирует эту тему, понимая, что, так сказать, сложности с поставками, сложности с логистикой, половину нужно отдавать в мир, чтобы, значит, продвигать геополитическую, так сказать, великую Россию, встающую с колен. И поэтому, как бы, тема массового вакцинирования, она объявлена, но не проводится. Ну, это в этом смысле, в этом смысле, это совершенно адекватное поведение. Зачем создавать ажиотажный спрос, если нет товара, да, или не хочется больше товара предложить на внутреннем рынке. Это совершенно разумное поведение, ведь фармацевтические компании, они постоянно используют этот механизм. У них называется это rising awareness. Они покупают врачей и журналистов, которые объясняют народу, какая это тяжелая болезнь, как мучаются люди с этой болезнью. Против этой болезни же есть лекарство. Недавно одно известное средство массовой информации такой компанией занималось в течение года, наверное, в течение года, наверное. Вот детки умирают, детки умирают, а вот есть лекарства. Вот есть лекарства. И в результате этого давления действительно были, в конце концов, выделены большие деньги. Включено в список жизненно важных препаратов. Да, 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 организационные решения и все прочее. При этом денег в здравоохранении настолько не хватает, что сейчас медицинским организациям, есть проект постановления правительства о том, что медицинские организации, если они выполнили план по лечению, то после этого плана, если они будут других больных принимать и лечить, допустим, в ноябре, то им просто не будут оплачивать эту работу. То есть денег очень мало в здравоохранении, и при этом принимаются решения о финансировании и лечении, которые составляют 5 миллионов в год на человека. Это ситуация чрезвычайно... Но это лоббизм, ситуация лоббизма и, так сказать, оборудование частных интересов. И в этом смысле, вот к исходной точке, ситуация, которая сейчас у нас существует с вакцинацией против ковида, она является относительно сбалансированной. Хорошо, давайте посмотрим план перспективы. Давайте посмотрим по цифрам. Вот сейчас мы уже практически в апреле. Многие говорят о возможности третьей волны ковида. Кто-то говорит о мае, кто-то говорит о лиде, но даже если осень, представьте. Ведь понятно, что к осени такими темпами, там, не знаю, и третье население страны не будет вакцинировано. Что это значит? Что по-прежнему нет коллективного иммунитета и ждать нового подъема заболевания? Волны считать вообще дело самое глупое. Их можно, может быть, сколько угодно. Если мы эффективно подавляем распространение вируса, а потом прекращаем подавлять, будет очередная волна. В какой-то стране было две волны, в какой-то три, в Израиле было четыре. Четвертое успешно заканчивается. В России, кстати, если посмотреть, у нас тоже было три с половиной. И то, что будет новый подъем заболеваемости, у меня не вызывает никаких сомнений. Есть только неопределенность, когда он будет. Вот он уже начался сейчас, или он будет немножко позже. Вот есть такой популярный в разных кругах Насим Талеб, которого все запомнили по черному лебедю. И вот он многократно в течение 20-го года, он с возмущением говорил, что никакой это не черный лебедь. Про то, что будет эпидемия респираторной инфекции, даже я не специалист, Билл Гейт не специалист, все об этом говорили. У всеми организаций здравоохранения была программа глобальной готовности. И ни хрена не было сделано. Это был белый лебедь, его была возможность задавить в яйце. Но этого не сделали в результате, теперь вот эти триллионные, многотриллионные расходы и во всем мире гибель миллионов людей. Почему? Потому что не было программы готовности. Кстати, а в России вообще не было программы готовности. Хотя Всемирная организация здравоохранения офис создала для этого. Были рекомендации, во многих странах были законы приняты специальной готовности. В Соединенных Штатах заместитель министра есть подготовность. А в России нету разве? У нас не осталось от этой мобилизационной медицины наркома Симашко вот этой вот, так сказать, больших планов антиэпидемических вакцией? К началу этой эпидемии в большинстве больниц России и поликлиник лежали в приемных отделениях противочудные укладки. Резиновые сапоги, халаты, противогазы, с которыми предполагалось, что при поступлении бактериально зараженных на случай биологической войны будут работать. То есть мы оказались в этом смысле очень плохо подготовленными. Очень плохо подготовленными. И против нас очень плохо сыграл Китай. Об этом у нас почему-то не принято говорить. Может, потому что русский с китайцем братья навек, кряхнет единство, вы помните это, да? Но ведь по некоторым сообщениям, которые исходили из Соединенных Штатов, китайцы прекратили отгружать индивидуальное защитное снаряжение, медицинское, в октябре месяце по контрактам. Когда у них уже началось распространение. Да, уже в октябре они прекратили отгружать. То есть это, естественно, и никто его не мог получить. Соответственно, во всем мире была большая нехватка этого снаряжения. Почему? Потому что не было серьезных программ готовности. Не было серьезных программ готовности. Ну да, то есть не могли не маски нарастить так быстро. Ну да, врачи, собственно, вспоминая эти рассказы начала 2020 года, когда в одном комплекте по пять смен работали. Да, да. И, кстати, эти комплекты, судя по всему, эти комплекты, они могут быть многократно использованы. Но для этого элементарно должны быть отработаны технологии их очистки и дезинфекции. Для этого нужны экспериментальные работы. Естественно, производители этого снаряжения, они не станут это разрабатывать против интересов. Значит, нужна государственная программа оценки этого снаряжения и оценки его на предмет пригодности к повторному использованию. Хорошо. Перспективы в целом по миру, Антон, вы как считаете, что вакцина все же победит COVID? Или речь идет о том, что вот о постепенном таком асимпатическом приближении мы начнем как-то перевакцинировать? Потому что мы многого не знаем. Мы не знаем, как долго действует вакцина иммунитет. Мы не знаем, как она действует против новых штаммов. Там южноафриканского, бразильского, британского штамма вируса. Сейчас вдруг выяснилось, что животные домашние являются переносчиками. Я все больше об этом считаю. Вот, с этой точки зрения. Ну, я, наверное, скорее оптимист. То есть, конечно, мы действительно многого не знаем. И то, что появляются сейчас новые варианты, гораздо быстрее, чем ожидалось. Просто кратно быстрее. Да, есть целый ряд гипотез, почему это происходит. Но, надо сказать, что это неожиданно было. То есть, ожидалось, что, как минимум, провакцинировавшись на два года, мы будем спокойны с точки зрения эволюции вируса. Это будет очень медленно происходить. Но это гораздо быстрее происходит. Все равно, я считаю, что именно те ограничения, которые были введены, ограничения на полеты, локдауны, все это все-таки очень быстро должно уйти в прошлое. Потому что с ними снизится избыточная смертность. Раз, да, появятся и радеясь препараты, которые будут уже лечить. Да, не профилактически работать, а именно лечить в случае заражения. Существенно, конечно, улучшились методы лечения, вообще клинические рекомендации. Они менялись буквально раз в месяц, обновлялись даже быстрее. На самом деле, в России, причем синхронно со всем миром. Учитывался опыт всех врачей в мире. И прямо в этом смысле, мне кажется, прекрасно отработали врачи. И российские, и зарубежные. И, соответственно, я думаю, что как только избыточная смертность сойдет на нет, то дальше уже мы будем, как вот сказали, будем с этим как-то жить. Да, уже с этим. И будем вакцинироваться, будем носить маски. Периодически, очень короткие сроки, может быть, что-то включать опять, если будет опять всплеск избыточной смертности. Но я думаю, что это будет редко. Вы тут считаете, маски, социальная дистанция и регулярная вакцинация, это с нами уже навсегда? Нет, я бы не дал гарантии. Я бы не дал гарантии. Но в какой-то форме все это будет сохраняться. Почему? Потому что до конца сейчас еще не исчезла надежда у некоторых эпидемиологов на то, что этот вирус все-таки уйдет. На это очень много надеялись в январе месяце. Как ушла испанка? Ну, как первый коронавирус, SARS. Да, как и SARS, и MERS, они просто как бы исчезают в какой-то момент. А этот пока не хочет. Я-то думаю, что он никуда не уйдет. Никуда не уйдет. Но я пессимист в большей степени. Кстати, как вам удается инвестировать успешно, будучи таким оптимистом? Обычно это плохо кончается. Кстати, коронавирусный препарат мы просто проинвестировали очень успешно. Это был лифовиперавир, надеюсь? Нет, нет, нет. Это препарат, который сейчас до прежней разработки. Это прямого действия, это серьезный препарат. Желаю вам успеха. К сожалению, разработка противовирусных препаратов – это одна из самых печальных областей формации. А вирус подстраивается под вакцины? Есть ли тут какой-то диалог? Встретившись с вакциной, вирус смодифицируется. Ну, он же с вакциной не встречается. Вирус взаимодействует с привитым человеком. Ну, понятно, да, с антителами привитого человека. А уж как там происходит взаимодействие, там темно. Вероятнее всего, модель более простая. Что те вирусы, которые погибают, а те, которые остаются, те обладают какими-то другими свойствами. Что вот такое вот через выживание вируса просто. Просто через выживание вируса вот такой отбор и такая эволюция. Но сказать, что мы понимаем это дело, это будет слишком сильно. По-прежнему, по-видимому, есть еще и развитие вируса помимо человека. Оно продолжается, справедливо сказано. И так много всего нового преподнес этот вирус в течение прошедшего года. Что считать, что мы о нем, ну, как бы сказать, достаточно знаем, просто не серьезно. Та информация, которую мы накапливаем, она очень сильно отстает от возникающих проблем. Ну вот уже много месяцев существует знание о британском варианте, о южноафриканском варианте. И только на прошлой неделе появились, если я не ошибаюсь, на прошлой неделе появились сведения о том, насколько вакцина оксфордская эффективна против вот этого южноафриканского штамма. А до этого были только общие соображения. Поэтому мы очень сильно отстаем. Природа нас обгоняет. Ну вот это да. И мне кажется, это тем более вот эта неопределенность, зона риска, в которую мы вошли, и непонятность по поводу того, сколько продлится пандемия. Мне кажется, только подчеркивает важность вакцинации. И я бы хотел закончить этот эфир действительно таким, может быть, и пропагандистским прививом, призывом о том, что должны вакцинироваться люди и себя, и своих близких. Это, естественно, индивидуальное решение. Но благо это коллективное. И вот здесь, мне кажется, решается вопрос о том, в какой степени Россия вообще является обществом, гражданским обществом, человеческим обществом. Она решается именно на этом вопросе, насколько мы готовы думать об интересах других людей, когда принимаем решение о вакцинации. И это не марши на всякие народные праздники, а это именно вот такие вот индивидуальные решения относительно вакцинации. Спасибо за участие в этом эфире. Василий Власов, Антон Гобко. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология». Оставайтесь с нами. Продолжение следует...